МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Бадышина Яна. Я представляю вам новое интеллектуальное шоу для школьников «Один против всех». В нашей игре, чтобы одержать победу, нужно в одиночку сразиться с 25 игроками. И сейчас компьютер определит, кому выпадет такая возможность. Сейчас мы узнаем, кто станет главным игроком. И главным игроком становится номер 11. Номер 11. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Максим. Я очень рад. Не ожидали. Да, вообще. Но, тем не менее, готовы сразиться с классом? Думаю, да. Тогда выходите ко мне, я вас жду рядом со мной. Итак, наш главный игрок Максим Досов. Спасибо. Макс, расскажи, в каком классе ты учишься, в какой школе? Я учусь в шестом классе, гимназии номер 1505. Школа хорошая, коммунитарная. Именно поэтому твой любимый предмет – история? Ну, весьма вот тут, потому что там хорошая ученица истории. Скажи, а чем ты увлекаешься, чем ты занимаешься после школы? Ну, после школы я обычно делаю уроки с четырех до половины первого. Так, четырех до половины первого ночи? Да, потому что у нас ее очень много, особенно по английскому, информатике. Это вообще, информатика – это просто смерть, особенно если вы получили долги. Она вам такое-то там даст, батюшки, работать будешь целый месяц. То есть получается так, что у тебя совершенно нет свободного времени? Совершенно, абсолютно. Только школа? Работают весь день. Макс, скажи, а какую цель ты ставишь в нашей игре? Ну, конечно, у меня есть такая цель – победить. Так. Победить – забрать баллы? Нет. Или выиграть суперприз? Ну, конечно же, выиграть суперприз. Тогда я напомню всем правила игры. Они очень просты. Либо ты их. Ну, я попробую. Либо они тебя. Да! И тебе и классы задаются одни и те же вопросы. С каждым выбывшим участником количество баллов прибавляется. Чем больше соперников ты обыграешь, тем больше баллов сможешь заработать. Ну, а если ты одержишь победу над всеми, ты получишь суперприз. Да. Но если ты отвечаешь неверно, ты покидаешь нашу игру, а твои соперники поделят между собой заработанные тобой баллы. Это понятно? Да. Ты готов? Да. Класс! Вы готовы? Да! Тогда мы начинаем игру «Один против всех». Макс, я напомню, что ты не имеешь права прекратить игру, забрать заработанные баллы, а также использовать подсказки, пока не ответишь на первые три вопроса. Да. Хорошо? Угу. Приступим. Первый вопрос, его стоимость – один балл. Как в мультфильме «Каникулы в Простоквашино» назвали теленка, родившегося у коровы Мурки? Вариант А – Антоша, вариант Б – Гаврюша, вариант В – Петруша. Класс, 10 секунд, время пошло. Ответы приняты. Максим? Ну, конечно, я же смотрела этот мультик. Так. Я знаю то, что теленка, родившегося у коровы Мурки, звали Гаврюша. Уверен. Да. Вариант А – Антоша, вариант Б – Гаврюша. А теперь мы узнаем правильный ответ. Да. Абсолютно верно. Вопрос достаточно простой, согласись. Весьма. И я думаю, что все в классе справились с ним. Не все. Номер 20. Ничего себе. Меня зовут Марина. Я смотрела этот мультик, его очень люблю. Но почему-то именно этот эпизод я, наверное, пропустила. Я не знаю, я подумала, что это Петруша. Но у Макса, наверное, очень хорошая память. Вот, поэтому я все-таки убрала Петрушу. А как же знаменитая фраза. Гаврюша, ко мне. Дай лапу. Ну, не знаю. Я почему-то ее забрала. Не вспомнили. Да. К сожалению, для вас игра закончена. Итак, Марина приносит себе первый балл. Это хорошо. Это хорошо. Начало положено. Да. И 24 соперника остались в классе. 24 человека. Второй вопрос. Его стоимость также один балл. Какой документ держит в руках женщина на знаменитом плакате 1941 года «Родина-мать зовет»? Вариант А. Военная присяга. Вариант Б. Декрет о мире. Вариант В. Конституция СССР. Игроки, как всегда, 10 секунд. Время пошло. Ответы получены. Ну, конечно, я, в принципе, этот плакат, в принципе, помню. И мне кажется, что это ответ А. Военная присяга. Кажется. Да. Ну, уж точно не в декретном мире. И не в Конституции СССР. Итак, твой выбор. Вариант А. Военная присяга. Итак, Максим выбрал вариант А. Военная присяга. А сейчас мы узнаем правильный ответ. Конечно. Это действительно так. И давай посмотрим, как ответили твои соперники. Да. Хай, я смог узнать. Ну-ка. Два человека не знали ответ на этот вопрос. Номер 21. У меня вот было сомнение. Либо военная присяга, либо Конституция СССР. Но я больше пошел к варианту В. А номер 3 что нам скажет? Ну, меня зовут Игорь. Я поторопился с ответом. Хотел нажать А. Но потом что-то у меня так перекосило, я нажал В. Та же ошибка. Для вас, к сожалению, игра закончена. И это означает, Максим, что два твоих соперника приносят себе 2 балла. Итого в твоей копилке 3 балла. Это уже что-то. Это уже что-то. Да. И в классе 22 игрока. Следующий вопрос. Разыгрывается 1 балл. Кто из этих литературных героев писал грустные стихи, посвященные девочке с голубыми волосами? Вариант А. Вишенка. Вариант Б. Незнайка. Вариант В. Пьеро. Класс. 10 секунд. Время пошло. Ответы получены. Ну, конечно. Я сразу выбираю ответ В. Пьеро. Потому что этот литературный персонаж из сказки Льва Николаевича Толстого. Льва. Да. Николаевича Толстого. Льва Николаевича Толстого. Ты уверен? Да. Получение знаки из золотой ключик. Из сказки Толстого, но не Льва. А. 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 Я выбираю ответ В. Пьеро. Итак, Макс уверенно выбрал вариант В. Пьеро. И теперь мы узнаем правильный ответ. Да. А. Совершенно верно. Я думаю, что класс с этим заданием справился блестяще. Это так? Все справились. Все молодцы. Молодцы, ребята. Итак, третий вопрос, к сожалению, не приносит тебе ни одного балла. Да. Это весьма шаль. Но именно с этого момента, что приятно для тебя, ты можешь начать использовать подсказки. Да. У тебя их три. Первая подсказка – мнение одного игрока. Угу. Вторая подсказка – мнение большинства участников. И третья подсказка – ты можешь пропустить вопрос. Я понял. Двигаемся дальше? Да. Четвертый вопрос, и его стоимость – два балла. Что во время каждого этапа крутят участники гонки Тур-де-Франс? Вариант А. Баранку. Вариант Б – педали. Вариант В – штурвал. Класс, 10 секунд. Время пошло. Результаты класса нам известны. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно, я сразу убираю вариант В – штурвал. Убираю его. Так, штурвал используется на корабле. Педали крутить нельзя. Так, они находятся в нижней части автомобиля. Для того, чтобы добавить побольше скорости, или ее убавить, или притормозить. А вообще, ты знаешь, о чем идет речь? Ну, в принципе, нет. В принципе, нет. Нет. Я не… Нет, хрень. Как ты думаешь, это может быть какой-нибудь вид спорта? Это гонка. На велосипеде велосипедисты крутят педали во время каждого этапа гонки. И что, если не штурвал? Так как на его свете нет штурвала и не баранку. Мне кажется, что это вариант Б-педали. Итак, твой выбор? Вариант Б-педали. Итак, Макс, путем логических размышлений, вышел на вариант Б-педали. А теперь мы узнаем правильный ответ. Конечно. Это педали. И это самая знаменитая веломногодневка Тур-де-Франс. К вопросу, как я понимаю, тебе доставил массу неприятностей. Да, ну, потому что я не увлекаюсь гонками, не высветными, не автомобильными, никакими. А мне кажется, потому что ты поторопился вначале. Ну, не подумал. Может быть, даже и так. Интересно, кто-нибудь в классе сделал ошибку на этом вопросе? Давайте посмотрим. Да. Восемь игроков ответили неверно. Номер 17. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Артур. Я подумал, что баранка, роль это. То есть вы так же решили вначале, как и Максим, что речь идет о автомобильной гонке? Видимо, так. Номер 18. Что ответили вы? Здравствуйте, меня зовут Анна, и я даже не слышала о такой гонке. И, ну, было мало времени, и приходилось выбирать наугад. Поэтому я выбрала вариант А. Также баранку. Я с вами прощаюсь. Максим, ты уже успела подсчитать, сколько баллов ты заработал на этом вопросе? Ну, я заработал 16 баллов. 16 баллов. А всего у меня 19 баллов стало. Совершенно верно. И против тебя в классе 14 человек. Довольно много. Довольно много. И три подсказки у тебя в запасе. Да. Двигаемся дальше? Да. Хорошо. Пятый вопрос. Его стоимость 3 балла. На территории какой страны в позапрошлом веке разыгралась гражданская война между Севером и Югом? Вариант А. Великобритания. Вариант Б. Россия. Вариант В. США. Игроки, 10 секунд. Время пошло. Ответы класса получены. Ну, я, конечно, могу с легкостью ответить на твой вопрос. И твой выбор. Ответ В. США. Итак, Макс выбрал вариант В. США. А теперь мы узнаем правильный ответ. Абсолютно верно. Твои знания тебя не подводят. Но, может быть, кто-то в классе не знал этого факта. Да, такие есть. Номер 22. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Вика. Я просто перепутала Великобританию и США. А как можно перепутать? Ну, не туда нажала. Совершенно разные страны. Не туда нажала. Не туда нажали. Номер 15. Здравствуйте. Меня зовут Катя. И, к сожалению, пока в школе мы не проходили, скажем так, более-менее современную историю. И я не знала. А фильм «Унесенный ветром» смотрели? Нет. Или для вас он еще слишком взрослый? Ну, даже дело не в этом. Мне все родители говорят, посмотри. Я как-то... Все, руки не доходят. Найдите время, посмотрите. Итак, Максим. Этот раунд приносит тебе 15 баллов. Итого в твоей копилке 34 балла. Отлично. Отлично. И соперников осталось всего 9. Мы играем. Конечно, играем. Шестой вопрос. Его стоимость 4 балла. Сколько куполов у храма Христа Спасителя, построенного на берегу Москвы-реки? Вариант А. Три. Вариант Б. Четыре. Вариант В. Пять. Класс. Вспоминайте. 10 секунд. Время пошло. Ваши ответы приняты. Ну, я правда не знаю, сколько куполов у храма Христа Спасителя. Я лишь помню его так зрительно. Визуально помнишь? Да. И мне кажется, что у него 4 купола. Ну, я в этом весьма не уверена. У тебя есть 3 подсказки. 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 Ты можешь взять мнение большинства. Подсказки. Мнение одного игрока. Или пропустить вопрос. Подсказки. Я выбираю подсказку. Да, мнение одного участника. Хорошо. Ты можешь назвать любой номер из тех, кто остался в игре, и пообщаться с ним. Хорошо. Я спрошу, пожалуй, номер 8. Номер 8. Привет. Меня зовут Тоня. И, насколько я помню, куполов у храма Христа Спасителя 5. Ну, спасибо. Я подумаю. Ты не поверил, Тоня. Ну, сомневаешься? По крайней мере, я сама так ответила. Они могут и соврать. Девочки не обманывают. Ну, кто знает. Смотри, Тоня очень расстроилась. По-моему, ты ее обидел этим комментарием. Ну, я выбираю ответ В. Итак, Максим прислушался к Тоне. Да. И выбрал вариант В5. А теперь мы узнаем правильный ответ. Абсолютно верно. Спасибо. Спасибо, Тоня. Ты хоть раз права. Как мы знаем, Тоня ответила верно на этот вопрос. Да, и она молодец. Но, может быть, в классе есть те, кто ответили неверно? Все ответили правильно. Это означает, что на этом вопросе ты ни одного балла не зарабатываешь. У тебя по-прежнему 34 балла. И по-прежнему в классе у тебя 9 соперников. Что изменилось? Так это количество подсказок, которыми ты можешь воспользоваться. Теперь их у тебя осталось 2. Мнение большинства и по-прежнему. Да. Что мы делаем? Играем дальше. Играем дальше. Да. И у нас седьмой вопрос. И его стоимость 5 баллов. Какое имя Дон Кихот дал своей даме сердце? Вариант А. Дульсинея. Вариант Б. Констанция. Вариант В. Лаура. Класс. 10 секунд. Время пошло. Ответы класса получены. Я, в принципе, никогда не читал Дон Кихота. Но мне все кажется, что ответ А. Дульсинея. Не знаю. Где-то слышал. Да, я сомневаюсь. А если пойти методом исключения, ты где-нибудь слышал имя Констанцию? Констанцию. Констанцию. Знакомо ли оно тебе? Ну, не знаю. Так как Лаура. То есть, как я понимаю, все три имени тебе не знакомы? Да. Итак, твое решение? Ну, конечно, что-то что-то это А. Я выбирала. Но я сейчас выберу под подказку, чтобы попросить вопрос. Он у меня слишком сложный. Итак, Максим выбирает подсказку пропустить вопрос. И это его право. Но, тем не менее, мы хотим узнать правильный ответ. И, как я понимаю, Макс, ты склонялся к варианту А. Дульсинея. Да. Ну, давайте посмотрим, что было бы, если бы ты все-таки выбрал этот вариант ответа. Ты бы ответил верно. Блин. А вот тут что-то бывает. Ладно. Иногда надо доверять себе и рисковать. Ну, ничего. Давай посмотрим, как ответил класс. Да. Да, плохо. Ты мог бы заработать 20 баллов, и в классе могло бы остаться только 5 соперников. Ну, ничего. Ничего? Я не расстроилась. Ну, я думаю, что те ребята, которые ответили неверно, тоже не расстроились. Ведь они остаются в игре. Итак, Максим, я напомню. В твоей копилке 34 балла. Да. У тебя 9 соперников и одна подсказка. Да. Что мы делаем? Я играю, конечно же. Играешь? Да. Следующий вопрос. Его стоимость 6 баллов. В чем, кроме ереси, церковный суд обвинил Жанну Дарк? Вариант А. В измене. Вариант Б. В колотовстве. Вариант В. В шпионаже. Класс. Как всегда, 10 секунд. Время пошло. Ответы ваши приняты. Ну, ереси, это есть измена церкви. В шпионаже он ее не мог обвинять, поэтому чаще всего женщин обвиняли в колдовстве. И поэтому за колдовство Жанну Дарк сожгли на костре. То есть из-за колдовства. Я считаю, что ответ Б в колдовстве. Итак, Максим выбрал вариант Б в колдовстве. Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ. В этой теме ты хорошо разбираешься, так как это касается истории. Да. Давайте сейчас посмотрим, как ответил наш класс. Все знали. Номер 16. Что вы нам хотели сказать? Я хотела сказать то, что Жанну Дарк сожгли на костре не из-за того, что она была... Как бы, что все думали, что она ведьма, а из-за того, что она носила мужскую одежду. Вот именно из-за этого. Иногда голливудские фильмы трактуют историю по-своему. Да. Да, на самом деле это не так. Итак, ситуация не изменилась после этого вопроса. У тебя по-прежнему такое же количество баллов, как и было. Да. Количество соперников не изменилось. Их 9. Да. И одна подсказка. Я играю. Да, я играю. Хорошо, следующий вопрос и его стоимость 7 баллов. Какая из богинь древнегреческой мифологии родилась в полном боевом вооружении? Вариант А. Афина. Вариант Б. Афродита. Вариант В. Гера. Класс, 10 секунд, время пошло. Ответы класса получены. Я знаю эту легенду. О рождении богини Афины. Когда-то у Зевса была сильная головная боль. Ему Гера посоветовала прилечь. Зевс лег. У него из головы в полном боевом вооружении родилась бы богиня Афина. Также с символами богини Афины еще это сова и змея. А кто такая Гера, ты знаешь? Гера это жена Зевса. А Афродита? Богиня красоты. Итак, твой выбор? Ответ А. Афина. Итак, Максим выбрал вариант А. Афина. А сейчас мы узнаем правильный ответ. Да. Это действительно так с тобой не поспоришь. Но может быть, для кого-то из класса этот вопрос стал непреодолимым препятствием? У-у-у-у. Да. Четыре игрока ответили неверно. Номер пять. Здравствуйте, меня зовут Вика. Если честно, я этого не знала. Я не изучаю. Мне не очень нравится Греция мифология. Поэтому я вот реально в этом не разбираюсь. А какой вариант выбрали? Гера. Не знали, что она жена Зевса. Теперь будете знать. Номер двадцать три. Здравствуйте, меня зовут Елизавета. И мне просто не хватило времени. И в спешке я нажала вариант Б. Афродита. Афродита. Неужели вы не знаете, что Афродита – это богиня красоты? Я знаю. Но просто поторопилась и ответила неверно. К сожалению. Для вас игра закончена. Итак, Максим. Двадцать восемь баллов ты зарабатываешь на этом вопросе. Итого в твоей копилке шестьдесят два балла. Очень хорошо. А соперников, как ты видишь, всего пятеро? Я играю. И одна подсказка. Это будет мой последний вопрос. Я играю. Но это будет твой последний вопрос. Да. Это ты сейчас так решил. Да. И после этого вопроса ты уйдешь победителем? Да. Если только кто-нибудь с указом ошибется. Я залезу еще балл на следующий вопрос. Короче. Ты рассчитываешь на это? Весьма рассчитываю. Ну, давай проверим. И твои знания, и знания класса. Следующий вопрос. Его стоимость восемь баллов. Сколько человек в истории Российской Федерации занимало пост президента страны? Вариант А – два. Вариант Б – три. Вариант В – четыре. Игроки, 10 секунд. Время пошло. Ответы получены. В первую очередь я считаю, что это не два и не три. Потому что Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Дмитриевич Медведев уже занимали пост президента. Поэтому два я убираю. Так же Ельцин. Тут тоже занимал пост президента Российской Федерации. А это не три. Я выбираю ответ В – четыре. А кто был четвертый? Я даже забыл. Я даже не помню всех, всех, кто занимал. Но это было не два и не три. Давай еще раз посчитаем. Перечисли мне фамилии президента Российской Федерации. Путин, Медведев, Ельцин и… Кто же еще ты? А, точно. Это когда СССР, на пост вступил Ельцин. Ельцин. А после него был Путин, а после Путин был Медведев. Поэтому я выбираю ответ В – три. Нажимай на кнопку. Итак, Максим выбрал вариант В – три. А сейчас мы узнаем правильный ответ. Конечно же. И ты правильно всех назвал. Первым президентом был Борис Николаевич Ельцин. Вторым президентом – Владимир Владимирович Путин. Третьим президентом – Дмитрий Анатольевич Медведев. И на смену ему пришел опять Владимир Владимирович Путин. Да. Итак, а как ответил наш класс? На этот достаточно простой вопрос. У-у-у-у-у. Да. Два человека не знали этого. Номер восемь. Тоня. Да. Я не очень сильна в политике, поэтому я выбрала ответ В-4. Я просто посчитала, что Путин оставался вроде на два срок. А, ну, да. Из-за этого. Я по годам просто считала. Это не людей, а количество сроков. Да. Ошиблость. А номер шесть что нам скажет? Меня зовут Степа. Это Брежнев еще. Брежнев? Брежнев. Брежнев не был президентом Алиссоциации. Он был замминистром. Генеральным секретарем ЦК КПСС. Да, ЦК КПСС. А перед Ельциным кто был последним президентом СССР? Сталин. Нет. Сталин. А, да. Макс. А, да. Во времена Великой Отечественной войны был Сталин. Да, да, да. Горбачев. Горбачев. Да, Михаил Сергеевич Горбачев. Абсолютно верно. Итак, подведем итоги. На этом вопросе ты зарабатываешь 16 баллов. АПЛОДИСМЕНТЫ Общий счет 78 баллов. И три соперника в классе. Одна подсказка в запасе. Я думаю... Баллы! Баллы! Я не знаю. Я боюсь, что я выбираю. Я выбираю баллы. Баллы. Ты выбираешь баллы. Но у тебя есть еще одна подсказка. Играй! Играй! Ну а... Баллы! Остались сильные игроки. Это значит, что если ты выберешь подсказку мнений большинства, скорее всего, они ответят верно и помогут тебе. Ладно, последний вопрос. И все. Я ухожу. Следующий вопрос и его стоимость – 9 баллов. Какой фрукт сушат на солнце для получения кураги или урюка? Вариант А – абрикос. Вариант Б – персик. Вариант В – слива. Игроки, 10 секунд. Время пошло. Ответы ваши приняты. Я сразу убираю сливу, так как слива фиолетового цвета, а курага – оранжевого. Так. Персик высушить на солнце невозможно, так что он привел в такую плоскую форму, как курага. Поэтому я убираю ответ А – абрикос. А ты знаешь, как называется сушеная слива? Не знаю. Урюк? Нет. Мне кажется, что это же урюк – это точно не абрикос. Я знаю только одну курагу. Поэтому я лучше вводила подсказку мнения большинства. Думаю, что больше туда ответят. Или ты ответишь сам. Ладно, я лучше тогда подумаю. Подумай. Какой вариант тебе ближе? Мне кажется, что это действительно абрикос. Потому что абрикосы – из абрикоса получается курага. Так как персик не может так вот что на солнце, чтобы он приобрел такую плоскую форму, как курага. Ну а урюк мне кажется, что это какое-то абрикосовое блюдо. Прекрасно приготовленное из него. Поэтому я выбираю ответ абрикос. Нажимай на кнопку. Итак, Максим выбрал вариант А – абрикос. А сейчас мы узнаем правильный ответ. Абсолютно верно. Я хочу тебе сказать, что ты прав. Курага – это абрикос, естественно. А вот урюк – это тот же самый абрикос, но в нем остается косточка. Поэтому это называется урюк. А из кураги косточку вытаскивают. А вот слива так и не вспомнил, как называется сушеная слива? Нет. Кто в классе скажет нам? Номер 11. Чернослив. Чернослив. Ай, точно. Точно, слышал наверняка. Ну что ж, как ответил класс на этот вопрос? Да. Номер 12. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наташа. Я на самом деле знала правильный ответ, только поторопилась и нажала неверно. Что выбрали вы? Я нажала слива почему-то, я не знаю, с чего вдруг, хотя знала, что слива – это чернослив. Ну, в общем, это все нервы. Нервы не выдержали. Да. Напряженной борьбы. Наташа, вы принесли Максу 9 баллов. Максим, итого в твоем активе? 87 баллов. 87 баллов. Абсолютно верно. Два соперника в классе. Я. И одна подсказка. Что мы будем делать? Баллы! Класс кричит «Играй». Зрители говорят брать баллы. У меня еще есть одна подсказка, поэтому я выбираю играть. Следующий вопрос. Его стоимость – 10 баллов. В каком городе происходит действие повести Ивана Тургенева «Муму»? Вариант А – Воронеж. Вариант Б – Москва. Вариант В – Ярославль. Игроки, 10 секунд. Время пошло. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши ответы приняты. Но в Воронеже точно быть не может, так как Кристианин утопил собаку в реке. А в Воронеже река нет. В Ярославле река тоже нет. А вот в Москве есть Москва-река. И... Да. Нет, я уже помню в московском мнении большинства. Хорошо. Покажите нам самый популярный ответ. Итак, либо это Воронеж, либо это Москва. Ну, какой выбор ты сделаешь? Мне кажется, что это вариант Б – Москва, потому что в Воронеже нет рек. Поэтому я считаю, что вариант Б – Москва. Нажимай на кнопку. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Максим выбрал вариант Б – Москва. А сейчас мы узнаем правильный ответ. Я хочу тебе сказать, что в Воронеже есть река. И называется она река Воронеж. Но... Ну, все. В Ярославле тоже есть река. И называется она Волга. Да, это было бы точно. Мы забыли, мы все его играли. Уже думал, все. Да, уже там конец, уже все. Думал, конец. Сейчас мы попрощаемся. Один игрок остался. Да, ты абсолютно правильно рассуждаешь. Но кто же ошибся? У меня есть этот вопрос. Ой. Остался только Слава. Остался только Слава. А номер 11. Здравствуйте, как вас зовут? Вот меня зовут Вика. Мне просто, не знаю, показалось, что этот ответ правильный. Что ответ Воронеж верный. К сожалению. Практически до конца вы продержались игры. Немножко вам не хватило. Вы молодец. У меня 97 баллов. И один против меня Слава играет. Да, абсолютно верно. Я все же решаю забрать баллы, так как я боюсь все потерять. Даже как боялся потерять все в прошлом вопросе. И я выбираю баллы. Ты выбираешь баллы. Да. Итак, Максим становится победителем игры. Один против тех. И уносит 97 баллов. Итак, Максим, это твой сертификат на 97 баллов. Ты его сможешь отменять на ценные призы. Спасибо. И ты становишься победителем нашей игры. Спасибо. Поздравляю тебя. Спасибо вам. У тебя отличные знания. Спасибо вам. Твои учителя, как и родители, должны торпиться тобой. Спасибо. Я думаю, что они и делают. Спасибо. Спасибо тебе за игру. Это было новое интеллектуальное шоу для школьников. Один против всех. Я, Батышина Яна, прощаюсь с вами. В следующем выпуске нас ждет новая игра и новые герои. До встречи. А подарки для нас сегодня подготовил детский клуб издательского дома «Ридерс Дайджест». Подарки предоставил наш друг торговый марка «Бандибон». «Бандибон» — это различные логические и познавательные игры, которые помогают ребенку развить свое логическое и пространственное мышление, тренируют память и концентрацию внимания и просто способствуют веселому и занимательному времяпрепровождению. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok